всем привет привет очень необычно начинаю я свой влог а точнее вообще необычно пришла с работой и знаете как там так у меня на фоне там идет иван васильич меняет профессию блин один из моих самых любимых фильмов поэтому даже не хочу делать меньше звук пришла с работы и как-то знаете так захотелось что-то поболтать снять что-то такое легенькое такое не требующего подготовки я там кое-что готовлю кое-что там хочу вам показать и рассказать что я где купила что где нашла сейчас уже семь часов вечера сейчас буду умываться принимать душ смывать макияж вот такая в конце дня я подушатанная немножечко и даже не знаем знаете я так всегда скучаю по вот такой вот возможности просто вот поболтать и поснимать вот просто так просто ни о чем и так завидую тем блогерам которые делают это просто вот знаете вот просто действительно ни о чем просто вот такой семейный домашний такой такой вот влог у меня такой возможности практически нет сегодня пятница и у меня сегодня единственный вечер когда я вот такое время свободно да я пришла с работы и я свободна и я сразу же использую это время для того чтобы приготовить поесть хотя бы чтобы сегодня что-то было и что-то было на завтра потому что настолько нехватка времени настолько не менее свободного времени вы просто себе не представляете вот эта вот работа с 8 до 5 я думаю вы меня понимаете это просто забыть о готовках о семье о личной жизни забыть обо всем надо надо как-то выкручиваться справляться на том и и женщины чтобы выкручиваться справляться не пошли когда у меня получается такое свободное время особенно в пятницу то я стараюсь еще сделать уборку чтобы не делать ее субботу на сегодня у меня даже сил не было на уборку завтра мы вместе с иваном николаевичем сделаем просто-напросто уборку так что у меня тут интересного стоят мои красивейшие землянички ты от моя мышка новогодняя стоит здесь все по классике украшения которые я ношу в течение недели я сюда бросаю 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 потом разбираю в конце недели косметика мне пришла без special заказик сняла уже видео показывать вам будут блин крутые штуки очень очень крутые штуки и тени и для бровей очень классные вещицы закончила пробничек вот такой амор амор блин знаете так круто вот эти пробники кидать с собой в сумочку я большую бутылку никогда не бросила я всегда думала блин зачем наносит девчонки огромные вот эти до 100 миллилитровая бутылочки сумки с собой я как-то ими бы даже не воспользовалась а когда лежит вот такая миниатюрка прям рука таки тянется воспользоваться ею так ну все меньше текста все я пошла в душ а дело в том что я хочу вам показать кокосовое масло которое я купила которым я очень довольна и которым в принципе я пользуюсь и пользовалась всегда но просто вот захотела с вами поделиться потому что многие люди проходят мимо вот таких вот интересных ноу-хау штук и даже не знают как им пользоваться и для чего вот это вот кокосовое масло это сто процентов натуральное масло она продается в любом евро опти магазине гипермаркете супермаркете и стоит она в разделе вот где стоят прибамбас для суши в общем все вот идет китайские корейские классные новомодные штуки я никогда не прохожу мимо этот стены потому что там реально можно купить что-то очень очень крутое интересное и кокосовое масло я нашла именно там она настолько широкого спектра действия но я его честно использую только в для приготовления еды абсолютно любой еды вот здесь написано что она и улучшает метаболизм и не содержит аранжиров девчонки если вы не знаете что делает вообще кокосовое масло можете любой ролик на ютюбе или просто в гугле ввести кокосовое масло там масса там миллион просто полезных свойств вот мне оно не пошло как уход то есть для волос вот как-то я не использую изредка иногда я могу помазать им губы а так вот изменить и препятствует размножению роста бактерий и вирусов в общем супер-пупер масло я на нем жарю блины яичницу делаю зажарку единственный вот вопрос почему я снимаю это видео потому что очень очень неудобно его доставать видите оно очень твердое и сейчас я буду делать такой лайфхак я его хочу разложить вот по таким вот формочкам положить в холодильник и просто когда мне нужно будет такое масло я достаю кусочек и на сковородку и все делаю поэтому я сейчас под теплой под горячей водой растоплю это масло потому что для того чтобы его достать нужно масло всегда держать под водой это знаете не очень удобно а вот если это сделать раз и пользоваться им то я думаю будет гораздо удобнее ну попробуем ну что вот такая вот получилась хиробора в общем что у меня растаяло что не растаяло что выдавилась так вот маслом блин я на самом деле тут залила и телефон и все на свете так вот вы видите да я налила масло тут у меня дело в том что такое вот интересная форма вот эта крышечка закрывается и как бы это для того чтобы кубик льда были такие знаете форме алмазика у меня форме алмазика будет теперь кокосовое масло время такое ощущение что стала как-то мутно камера работать потому что я ее залила ну и все вот видите даже чуть-чуть верхушечки остались не заполнены на пускай сейчас хочу снять такой эксперимент который в принципе о котором я уже знал о давно но ни разу не пробовал его у меня девчонки резиночки вот эти вот инвизи бабл да вот они растянулись и чтобы они втянулись я их складывала обратно в коробочке то есть время пользуюсь три складывай обратно тремя пользуюсь 3 складывая обратно и мне девчонки сказали ну вот некоторые видите не стягиваются обратно она вот такое и остается сказали забрось их мисочку и залить горячей водой прям кипятком и они восстановят прежнюю форму вот сейчас хочу попробовать это сделать сейчас разберу от видите некоторые уже прям вообще не стягиваются а я обожаю эти резинки блин вот они созданы для моих волос они классно держат волосы потому что у меня волосы не густые короче по ходу дела ой вот это вот очень хорошее вот бывает знаете вот попадется они все инвизи баба но некоторые попадаются и вот прямо не всегда идеально а некоторые растягиваются очень сильно я заметила что вот эти вот такие полупрозрачные вот они имеют свойство растягиваться у меня даже есть резиночка вот с таким брелочком с ананасиком на практически новая практически и носила так ну давайте забросим и посмотрим что получится смотрите лайфхак работает сейчас бы какую-то ложку взять перемешать все это они вот прямо кругляшками стали так прикольно давайте посмотрим это фиолетовое что-то мне не нравится она просто прощение как будто деформировалась раз и навсегда а эти прям смотрите стали такие плотненькие плотненькие класс блин они очень круто стянулись я еще их в холодную водичку потом окунула посмотрите какие а вот это кстати все она такая и осталась ну функции и и не потерялась из-за того что она перекрутилась ну просто что она не кругленькая теперь а так они принципе держит очень хороший лайфхак все работает я все проверила еще у меня испекся пирог лучше стоит пока я уже время прошло я выключила духовку я не достаю сразу немножечко видите уже видно даже стал опадать пирог с вишнями вы знаете раз у меня уж такой получился влог пищевой наверное с большего хочу показать вам свое приобретение свою находку это гранола вообще чего началось вообще мои поиски гранолы потому что это реально были поиски мне подружка на новый год вроде на новый год до новогодняя посылка очень запоздала и где-то через месяц пришла в общем она мне в посылку положила гранолу и написала что это ее любимая гранола классная вкусная а посылка была из москвы и девчонки она была настолько вкусная это просто была бомба я не я знаю естественно что такое гранола но вот в таком прям чистом виде да вот гранола то есть это не овсяные хлопья и когда я сама туда чего-то добавляю а именно уже такая готовая я не ела никогда не пробовал не покупала и в общем когда закончилась упаковка и и гранолы я начала искать что же можно купить у нас беларуси в магазине евро опт я нашла вот такую вот гранолу оллайт называется это гранола с ягодами я уже покупаю я по моему вторую упаковку я ей скидываю фотографию мол смотри я нашла гранолу класс все я буду тоже теперь балдеть но она оказалась совсем не такой хотя это тоже производства россия по моему даже москва да город москва изготовитель но вы знаете и были вот не вкусные именно сами хлопья вот они какие-то как я не знаю как будто искусственные немножко ну не понравится потому что я огромный любитель овсянки я овсянку ем на протяжении наверное лет десяти может быть даже 15 ежедневной поэтому в овсянке я толк знаю она должна быть максимально натуральной то есть это там чуть ли не овес ну и я просто покупала вот за неимением чего-то другого и тут на просторах инстаграм я уже начала рыть потому что блин ну это реально очень вкусная вещь очень полезная особенно для перекусов и гранола очень действительно сытная вот она прям вот стаканчик съел в перемешку с йогуртами ты действительно вот просто наелся я нашла гранолу который производят наши ребята в беларуси сайт так и называется гранола fit я взяла ягодную посмотрите какой шикарный состав цельные овсяные хлопья натуральный мед сушеный ананас клюква вишня курага изюм тыквенные семечки кунжутные семечки кешью миндаль корица морская соль девчонки она очень вкусная это просто космос они гранола и у них есть разная развесовка вот здесь 350 грамм можно заказать 500 грамм она естественно будет еще дешевле стоить и есть шоколадные есть банановая и есть еще какая-то в общем вот это вообще космос я просто взяла на пробу просто думаю чтобы она не оказалась вот такой же в следующий раз следующий вот буду делать заказ ягодные закажу уже полкило и хочу попробовать шоколадную там правда с горьким черным шоколадом но тем не менее очень хочется попробовать сейчас говори прям слюнки потекли потекли мне кажется очень здорово будет ребенку потому что он как-то такие вот вещицы мои всякие там ппшные не любит но именно вот это я думаю ему понравится я заливаю все это дело я в стаканчик и заливаю питьевым йогуртом что-то типа вот того вот таким вот йогуртом я заливаю питьевым я не жду чтобы она набухла там либо низкопроцентным кефиром но йогурт вкуснее йогурт сладенький я не жду чтобы она набухла я просто сразу перемешиваю и это просто очень очень вкусно очень вам советую попробовать вот он красавчик мой вишневый пирог какой я вы знаете достала и перевернула вот это дно сейчас потому что там все вишенки получается как бы исчезли потому что он начал подниматься и и их затянуло тестом я просто перевернула и разрезала господи сейчас говорю и слюнки текут пышный классный обычный бисквит просто с вишней обожаю вишню вот вишню выпечки очень сильно люблю потому что она придает кислинку придает вот именно такой вот вкус вот это знаете вишневого компотика сейчас вечер и я уже его конечно есть не буду это есть пекла на завтра на утро на завтрак